Да, 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 мой батя вообще говорит, вот кому-то нравится футбол, кому-то, а тебе не нравится, и так же им не нравится, и вообще по боку моему батю, да, его отец из деревни в Москве был, и бабушка, и мать, они приехали в мой город, да у меня все из деревни были, все мы... У меня, короче, все были, это, всех на фронт собирали, всех убили немцы, всех охозов работали, все были крепостными, но один был украинец, и он был, типа, более-менее нормальной семьи, ну, то есть, кулаком считался по советским временам, и когда победили немцев, пришли советская власть, все его родители повыпрыгивали в воду в Германию, пытаясь сбежать, его оставили, он сиротой здесь, остался на бабушке, вышел за бабушкой, не видел русских, бабушка его вызвала на льтов, и они его просто увезли из города, и он пропал. Ну, вот, короче, я даже не знаю, но он говорит, говорит, она красивая, он. Ну, на меня девушки, я, короче, знаешь, смотрел разных блогеров, некоторых, которые, МД-блогеры, типа. МД? Да, 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 и, типа, один блогер, но они их затыкают, это токсичные блогеры, там... А, это самоизвестный, да, но это так, он, на самом деле, по мнению тех, кого я смотрю, он бородатый феминист. Короче, вот эти вот, это настоящие, настоящие токсичные блогеры, которых там выпиливают. Короче, знаешь, что меня поразило больше всего в их словах, они свою внешность не парили. Ну, там один показывал, что у него бицепсы там все, внешность нормальная, лицо не показывал, но они все говорили, двое из них, по крайней мере, говорили, что... Нет, что... Ну, вот один из них обладает всеми, ну, всеми качественными, он на покончалочку ходит, он умен, у него работа хорошая, у него все, у него образование хорошее. И никогда, ни разу в жизни ни одна россиянка не подошла к нему познакомиться, только манипуляциями, только какими-то, он знает, заболеваниями. И то, всякий раз, когда он взялся на манипуляцию, заканчивалось это все хреново. Только иностранка к нему подходила нормально, говорю, по-человечески, давай познакомимся, ну, знаешь, ну, не знаю, вот. Ну, он говорит, ну, и одна иностранка сказала, что русские женщины, они какие-то странные, и они ничего платят из-за этого, что, типа, они истеричны, слишком и слишком одевшие. Она сказала, что что-то с ним не так, и что они за это поплавятся. И он, говорит, запомнил эту фразу, и я такой думаю, нифига себе. А потом, смотри, а потом возьмем факт такой, вот, я когда слушал этого дегенератора Хованского, дегенератора Ержесармата, я, ну, был период, когда меня не пиздили, мне нужно было что-то слушать, иначе я был в тишине, мне просто тревожно было. Таблеток я не принимал ничего, но и лечился. Такой факт он рассказал. И знаешь, Егор Крид, который попсовит, который попсовит, у него есть все, смазливая внешность, живет в Москве, деньги есть, популярность, связи, популярность, все есть, все есть. Его везде там форсят. И он сам признал, то есть, а он не будет, зачем такому человеку врать, что его, типа, не любят эти женщины. И он, такие люди, как он, наоборот, стали бы преувеличивать, типа, наоборот, полно женщин, там. Он сказал, честно признался, что ни одна россиянка ему никогда не пишет первый в Инстаграм. Ему приходится цапли, прыгать, там, от пола с хлопками, отжиматься, там, цветами, букет розыск, комплиментами, сступать. Только тогда она откликнет. Прикинь? Прикинь, какая у нас ситуация в стране. Прикинь, какая ситуация в стране. И он говорит, это вот именно в России так. Это холландский рассказал, ну, выродок этот, дегенерат. Да, я знаю. Да, я тоже. Ну, просто, не, ну, просто факт в том, что, вот, даже Егор Кридин, он, его, типа, прозвали в народе геем, но ему, наоборот, выгодно было бы говорить, вот, таким бы как он, ему, наоборот, не выгодно было бы говорить, что ни одна девушка не пишет первая. А он признался честно. Вот, прикинь, а кто мы по сравнению с ним? Так что, можно забить на бороду, можно вообще, там, бомжом, хоть, хоть как, хоть воняет, там, хоть в абрыганской одежде, хоть, да какая разница, если ты оденешься сверх круто, ни одна россиянка на тебя не посмотрит, короче, если на Егор Кридин не смотрит. Если на вот этого мужика, который, Володя Подхёртов, если на Эвейда никто не смотрит, Эвейд, он говорит, тоже Эвейд один, но я его не смотрю, я вообще никого сейчас не смотрю. Тоже один антифемистический блогер, который, яро, там, токсичную тему, его даже банили, но он, реально, слишком жёстко, токсичный, гонит, короче, он это, тоже говорит, что ни одна к нему первая не подошла, хотя он нормально выглядит, ростом, всем, короче, это Россия, детка, это СНГ, это с Советского Союза пошло. Ну, на самом деле, вот с этим вещам можно, так, пришло купить какие-нибудь фасторы, ради того, что, не знаю, это по менталитет. Да, это такое менталитет. Да нет, почему? Иностранки пишут, говорят, для иностранных, как-то нормально. Для наших, типа, подойти первой, ни одна, ни одна на улице не подойдёт, ни одна, причём, когда это я услышал от вот этих вот, которые совсем успешны, внешне всё, я понял, я просто успокоился внутри душевно, что, типа, раньше я остался там что-то, как-то что-то думал, может, а потом я просто забил, я понял, что просто забил, не надо париться вообще. Я вообще даже не стал не обращать на них внимания, просто уже всё. Они, им хочет на нас. Знаешь, почему? Вот эти вот люди, которые говорили, ну, и токсичные консерваторы, и токсичный сверхтоксичный хайспич, люди, короче, они бы меня растоптали, сколько трактов и всё. Они это объясняют тем, что это государственная политика, то же самое в Японии. Там японки ненавидят японцев, а любят иностранцев. Такая пропаганда. Хотя японцы – это работящие люди, которые едут и курят, типа, ну, любят курят, но в меру, а русские – это всё же, типа, белые люди, по его мнению. Я понял, что в Японии реально есть большие проблемы с полгода, все японцы пивцы, не только бумаги. Ну, они, по-крайней мере, работящие. Да. Их японки ненавидят, у них врождение жёсткое идёт, там, демография падает. Это всё государственная политика и в России, и в Америке. И он, говорит, назвал несколько стран, где самая… Я вообще виден суваться – это Китай, Америка, Россия. Самые худшие страны, типа, это вверх плане. Там вот такая политика, там идёт вымирание, короче. Ну, там государство такое сделает, оно внушает, что отечественные наши – это застой, а все зарубежные – это круто. Хотя, с другой стороны, сами русские женщины говорят, там, пишут в Яне Зе Дзен. Меня поразило, когда одна русская женщина написала в Яне Зе Дзен, что даже не мая цитата, я пытался найти, чтобы её скопировать, но не нашёл. Она написала, что типичная русская семья – это мужчина-алкоголик, мать-истеричка. Ну, на самом деле, я считаю, типичная русская семья – это мать-одиночка-истеричка, или муж-мужик, который… Тот чел, который меня больше всех скорблял и угрожал, он отецом воспитывался человеком. Он, типа, помешан на мужественность, там, всех унижает, кто, там, чуть-чуть не мужественно, он сразу говорит, что у тебя месячники, там, был бы ты мужчина. Хотя он сам, у него таз шире плечи, он сам карлит. И там нафоткали… Ну, по-моему, это было? Ну, короче, да, вот. Я ей вот дарил картину, блин, вот, чем он меня благодарил. Всем, кому я что-то дарил картину, все почему-то меня потом ужасно презирали, как-то, ни за что кричал. Мрачненько, да, я… Видите, там у меня вот девчонка-то была, хотя она намерзнула мне, чтобы ей подарил, чтобы ей Александр в зал, я решил не давать, короче, на себе случай стал, чтобы все меня не нанесли. Это реально так. Так, ну что, нам надо, наверное, фотографировать адреса, которые нам надо съездить. Это, в принципе, недалеко, оба рядом. Вот, одно лицо строит ланахер и другое с другой, но они рядом. Да. Этот… Флоксетин в ланахер, не было озвучено для русского языка. Ну, или любой… Я не знаю, почему только один… Только один зарубежный у нас строит. Почему нет других? Ну, это то, что Россия, блин. Врач сказал, что русский флоксетин опасен, но я принимал, русский флоксетин самый дешевый даже. Туда, наверное, просто земли насыпали, просто взяли с земли там, капсулы набрали и все. Никакой разницы не почувствовал, может, ланахерами, австрийскими, русскими, никакой разницы не почувствовал. А вот… А вот… А вот… А вот ненамного дешевый? Нет, ненамного. Ну, тогда, может быть, и не стало. Нет, ненамного. Но он говорит, что… И все говорят… Говорят, что пациенты его говорят, что русский отстойный в ланахер, флоксетин. Ну, может быть, у вас явные такие ощущения от того, что он отстойный проявляет в конце времени, я не знаю. Фиг знает. Я не заметил разницу, я просто сочетал их все вместе. Я хотел попробовать только австрийский попробовать, но там, видишь, продается только один, нам нужно четыре упаковки. Мастурии, короче, такая… И Тирли Джен самый дешевый, который можно найти там 700 с чем-то. Номер 29, 5 бальчик, я так понимаю, 5 суток. Плоксетин в ланахер, 20 миллиграмм, 20 капсул. Номер 20 капсул. 20 капсул, да. Номер 20, 20 капсул. В количестве 5, это 5 суток. В количестве 5, это 5 суток, 30 капсул. Нет, количество 5, это 80 грамм, часа. Смотри, вот, смотри, что без количества. Вот, где же какая лазь? Это количество упаковок, вот, рак замуж. И рядом с этим, кстати, вот, с терплей, буквально, через дорогу, есть терролизм. И чем, чем, чуть-чуть не употребляю, то вот это будет, алист? Ну да. И тех, кто? Тирролизм за 822. Блин, это здорово. 50 капсул. Если бы за 82, я мог бы употребить, то есть… Был бы там за 800 или за 799. Там же было жилицо. Жилицо. Ну, это далеко от… Ну, 822. Ну, 829. 99. А уже за пункт. Ну, вот, была и пункт. Была. Это было на Дубранце. Ну, пока не имеет ни тысячи, ни 900. Раньше на 100 500, когда его начинал скупаться, всего в 2018 году. Он стоил, подсознал. Он каждый месяц, несколько лет превышал. Он должен бесконечно превышать. Да, конечно. Ну, в самом деле, это естественный процесс. Но при этом я против декоративных декоративных. Смотри, это естественный экономический процесс этого у вас постоянно увеличивается. Прикол то в том, что зарплаты не увеличиваются в России. Да, 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 да. И границы закрываются, но потом не открываются. Один раз назвал. Запичка разведилась на свою жизнь. Так опять, говорю, поехал с Пахом. Это все в России. Это же знаком с Пахомом? Нет, ну, Пахом. Зеленого склонника. А, ну, ладно. Мне показалось, ты сказал. Гонкин. Негендарная фраза из Зеленого склонника. Нет, он здесь знаком с Пахомом. Я, кстати... Он знаком со мной. Я до конца не смотрел Зеленого склонника. Я тоже. Там первую часть окна. Смотри. Ты это... Что думаешь после смерти? Задления? Задлень. В стакане ничего... Ну, да. Как будто я за сна коснулся, и в кома. Плохо представляю, как можно представить всотствие всего. Да, после всего. То есть, ты не веришь вообще? Ну, я допускаю вероятность того, что Бог может существовать. Но я скорее верю в космические энергии, которые вот каким-то образом циркулируют по Вселенной, каким-то образом влияют. Я не хочу как-то, знаешь, пытаться ассоциировать вот эти вот энергии типа с какой-то личностью, с какой-то более организованным мировоззрением на все это. Я верю в то, что это просто космические энергии, которые влияют. Может быть, чай? Нет. Ну да, просто зимний. Явы. Явы. Ну, тебе не с привычки. У меня нормально. Я выпил два. Прихортишь кота? Я с утра выпил два. Три точнее. Я не знаю, что это не просто. Один просто. Чуть ли не парящий, а вон. А, нет. Вообще не помню. Вот так вот это вот ощущение аптери, что оно настолько расслаблено и такое... О. Чуть ли не парящий, а вон. Да, да. Очень похоже на... А у меня такого нету. У меня было такое, а то прожала, но... А с этого нет такого нету. К сожалению. Я вот прям, мне кажется, я могу расслабить свое тело, а то позволит ему упасть вот так вот, как дерево вперед и... Это мягкое... Ну, просто не с привычки принял. Ну, да. А. 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 и обошел в Мирогану, короче. Потом он спросил, что то он мог видеть, что он. Потом он сказал что и стал изменimanю. И когда ее смотрят, вот это вот багеры, не смотря на этот раз, где они заинтересовали и что они такие, ну как было? Ну, мало, но мало, опять. короче, он сказал, что от блогера это такая теряйня, а то он не пустит, что это боле а для меня основной варианты это пустит, что для меня не выглядит но для меня это пустит, что такое боле этот пустит очень можно меня писать если меня будут писать продукт, то только у меня смелость это пустит, это пустит, это мерность знаешь, я не то, что влюблел собой, но я люблю всякие психоативные вещества, которые мне помогут можешь мне тоже подумать, я закончу, я поделюсь мне просто, блин, я до этого жил, где есть, там летом, но многим, годами врача я десятилетия не стал врача я пришел, сын государственный, проклятый, проклятый, будь она проклята Господь, прости, но прокляни, сделай, чтоб он не его дуга и речит песню моя бабушка желает, ходит в церковь молится, чтобы один мужик горел в воду вечно ну, это неправильно, это мрачная короче, это, я сказал, давай я буду тоже ходить и молиться, чтоб он горел вечно короче, это блин, сколько я туда приходила, они издевались над мной так издевались, всеми способами там провоцировали, скалили зубы, оскорбляли меняемого у отца а не было, что всех мужчин оскорбляют, там все от женщин и они, короче, выбились я дал, я все открыто дал, свою карточку я мог свою карточку, какую у них как этот, знаешь, Джокер из фильма выхватить, и они бы все потеряли бы на меня, да, но я не такой человек я мечтал о таком, когда в военкомат ходил уже часто дела носят если я вернулся назад, я бы выхватил, и она бы побежала за мной я бы сейфпакт показал, пошла, обломалась за мной и она вдевая ее сразу побежала, чтобы быть на грубе и теперь все будет на грубе в другом парке, все но мне на мне это не может быть что я, типа, неурнодережный там она вообще, ты видишь то, что я дурой назвал она на меня бесконечно не грубо разговаривала и сказал вы можете мне дико переговорить, но как я в Ване а когда она стала мне переснять, почему она не встала что она как-то вернулась она сказала, ну вы дура, ну ты дура, значит и она сказала потом, я сказал, вы наверное что-то написали у меня там она сказала я вообще могла бы не верить свою у тебя в тему посадить какая богиня да это какая плохойня я вообще не понимаю и они все там такие в моем городе и это не только я рассказал, еще один человек сказал, который панк который 10 лет у меня с тобой младше но выгодно здоровый и он в Польшу ездил работать он сказал, что там вообще просто нас к Иисусе там отморозки настоящие просто отморозки конченные отморозки они там получают двойную они с налога же вот еще деньги получают пациентов обманывают еще я там одну снимал на видео надо выложить там горячкину она сначала издевалась надо мной когда я стал на нее глупым отзывать она она заснулась короче просто закрылась дверь и закрылась ключ я дверь надбор кромочек да все это горячкина да но она снизила бы ментов ну да по любому ароматик на балошку все убивают не только для советской традиции милиционеры я не знаю говорят они были и добрее сегодняшних не знаю я слышал о таких тоже мрачных актуальных вообще слышал то что один из поводов переименовать милицию в полицию это для того чтобы ну вот структура правокалечных прав чтобы у народа поменялось милицию чтобы она не выглядела насколько не знаю не знаю человеческая чтобы она меньше ассоциации было человеческой в полиции да 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 там вообще жестко при мне избивали здесь когда маленький был избили мужика и он еще при мне здесь сказал ооо теперь я чувствую себя гораздо лучше а мужик главное забил на то что его избили и дальше пошел танцевать прикинь потом один полицейский меня так напугал в детстве я ну в детстве на горке там играл с ребятами в годогоняшки а один полицейский короче лежал на животе в траве и смотрел за нами за ребятишками лежа в траве и долго смотрел за нами и когда я убежал он меня подозвал к себе прикинь 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 я так испугался убежал короче забежал домой короче и моя мать говорила где нету никого я говорю там там полицейский там закрой дверь он сейчас придет так испугался короче прикинь какие уроды были 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 ну как бы если сказать если я сказал были чтобы меня не убили пожалуйста не надо убивать они пытают там блин людей это факт если ты простой русский человек ты ничего не сможешь там никто не заступится за тебя блин они заступают только за тех у кого ну за личинства вот национальные блин я простой холоп они там выступают правозащитники только за личинства за национальные за еще а за простого русского человека то есть 99 пациентов составляем если б тебя предки были холопами или колхозниками никто и раскулач да вот этот вот украинец был раскулач но вообще он отличается от простого россиянина его жену ты посмотри это же вообще же я жену его видел я думаю блин я бы уже женился на этом он вышел замуж он женился на этом на павленском чем на его жене ой посмотри это вообще жесть это как будто это вообще жесть я не знаю что с ним она наверное там трупы валяются у нее там экскреты где-то за рожей или рабов держит где-то наверное я не знаю что у нее такая рожа какой ни один монет не собирает я не знаю что с ним у них лиц какие-то но я павленским восхищался до тех пор пока он не избил одного мужика который ничего не сделал ему который просто нахамил ему и который но он его толпой избил ну ладно избил но потом он его оклеветал еще вот это мне больше всего не понравилось то есть он беспринципный человек зачем клеветать он избил человека и оклеветал что тот на свою на эту бабу из-за которой у них конфликт руку подниму избивал ее там ну то есть беспринципный человек на меня так же и наклеветал там на меня так же клеветали что типа у меня тоже конфликт был за девушки за девушек всегда конфликты бывают прям ну я поумнел вырос я перешел через все это умение если я вижу что девушка с парнем я просто ну я знаешь да 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 я тоже если вижу что девушка ну вот на карине да вообще она угощена не которая не говорила что у нее есть кто-то она такая знаешь сидит там я короче заходил там в кафе к одной девчонке которая типа не говорила ни про каких про ней ну и она меня угощала там в офисе с цирком там я там под заламом был рассказывал я себе любительные истории короче потом захожу такой пустой как маме помогал такой что захожу никого нет там сидит какой-то парень кучерявый такой ну худенький ну в принципе я бы мог бы там зачем ну зачем короче а а я не видимо бы что она скнул вот так вот слонившись и он такой ей такой ну там не она такая такая так я знаю что она такой назад Я, как вы, стою как в двадцатке. Типа, знаешь, это неудачно. Знаешь, такое чувство, вот, животное, знаешь, бессознательное, такое, что тебя, типа, унизили. Оно в животе чувствуется, знаешь, бессознательное. Я сразу, знаешь, что сделал? Я сразу пошёл рисовать на стене. Ну, камень пейзаж. Я ничего об этом не написал, я ничего не написал. А она написала, извини, Саш, у меня друзья, я ей ничего не ответил. А потом написала, ну, не обижайся. Ты же ничего хуже написала. Я написал, я потом, ну, короче, я сейчас с ней провожу, вот сейчас она приходила. Я ей даже к санам задавал, то есть, образовала. Она мне сказала, погони, но я как дурачок, без отказа не поднимал. Надо было ей подогнать кем-зипам, он дешевле. На неё бы подействовал, блин. Она, типа, гуляла, что не могла восстановить. Ну, пофига. У меня слишком барыга. Да, я барыга, блин. Меня могут не ты за это. Если рассказывают, а не ты, могут меня за это. Да. Да? Я думал, кто-то там есть. Ну, типа. То, что я поделился с девчонкой. На самом деле точно не знаю, как работает вот это урегулирование. Но мне лучше не рассказывать про это. Лучше не рассказывай, да. Я больше не буду рассказывать, хотя там уже есть все факты в ВКонтакте. Она даже написала, там, я говорю, ты не пиши. Она написала, там, типа, это наркотик, там, да, подействовало, ну, это же наркотик. Прикинь, блин, я ей ничего на это не написал. Ну, капец. Говорит, типа, уснула, уснула, там, я её проводил до края города, у меня могли бы гокнуть. Она написала, спасибо, что проводил до города, спасибо, что там, это, проводил, там, всё. Что-то такое, до двора. Это целиком плохо заряжается, они мне обещали, что он зарядится. Блин, да я не знаю, почему он плохо заряжается. А, у меня ещё эта дворянка плохо, она может, там, подзарядить. А, когда этот подзарядим, у этого... А, ну, нормально. Этот надо подзарядить, у него 64, но он, у него, я недавно взял. А, да, пойдём. Ну, сейчас случилось, где-то. Ну, скажи, да, тебе надо будет... А, мне надо уезжать где-то в 7-8. И, как раз, с этого, именно, с квартала. И, по-сюда, там, в 3-й, там, в 3-й, там, в 3-й. А, где-то, здесь, 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 здесь. На неделе, там, в 3-й, там, в 3-й, там, в 3-й, там, в 3-й. Ну, давай ещё просто певка попьём, там. Да, ну, я всё думаю, наверное, получится, сходить, так, куда-нибудь рядом с командой за певцом, поселиться, поиграть. Да почему? А что за таблетками? А можно будет поехать потом уже часов в шесть, например. Да блин, они могут уже в то время распродать. Ну да. Давай быстрее лучше, я что-то беспокоюсь. Не просто это, а без феназепар... ой, без марсетина я могу покончить с собой. Броситься с крыши не до стола, а мы все-таки были. На самом деле это из-за девчонок всего. А скульптура такая, знаешь, в детстве ты играла в песню. А вот такая женщина, которая на ней такая... Воскресенье на синий играла, я не знаю. А пацаны как-то годится матриархальная песня, которую только можно придумать. И я тебе... ты уходишь за меня, не знаю. Ему еще не хватало бы... Еще знаешь, я бы дополнился. Надо песню-то дополнить. Где он идет такой... Тут... а знаешь, хуже за драм? И ты в этой жизни забил, а эта пропаганда тоже. Вот эта вот женщина, которую мы ему произвели... Там какой-то пареньчик, ну... Который ее... И вообще... Он просто зачем-то по щеке и ударил. Ну... Ну, можно... Я не знаю, зачем... Ну, это тупость какая-то, да. Я никогда так не делал. Не знаю. Я вообще не видел, что какой-то мужик по щеке... Не видел хоть раз. Я не видел. Ну, да. Такого вообще нет. Это только в фильмах сапародируют, что мы очень такие злые. И, короче, это... Он ударил. И этот вот Форест Гамп, он, типа, бросился на него и забил его, и до крови. То есть, это пропаганда вот. Это... Кажется, что они завуалированно пропагандируют, что ты... Проигрешь на улице, и кто-то там... Какая-то пара ссорится, а баба... Ну, ну, женщина, она... В таких случаях тысячи они садятся в тюрьму или с научными инвалидами, а женщина потом защищает вот этого мужика, который... Которым она поссорилась, и она говорит... Да это просто. Просто у нее разжигались. Такие тысячи случаев делали. А вот эти фильмы, это вот эти все мы, выросшие на этих фильмах. Мой отец, помню, говорил... Тоже такие же вещи, типа, смотри, там, защищает. Да все так говорят, блин. Когда, как она сама, блин, забирает. Она сама выбрала с этими уже... с этими мужиками. Она сама выбрала. Она сейчас 21-й век, блин. Понятно, она сама выбрала, но мы виноваты, блин. Ну, я считаю то, что, конечно, надо помогать. Надо защищать, ну, типа, понимать. Ну, это да, но... И... какая ситуация происходит. Ну, может быть, спросить, типа, эй, все в порядке. И, там, может, сказать, че, иди сюда. А она скажет, фас, фас, фас. Я тебе говорю? Ну, да, да. Да. Они любят. Есть такая пара, ВКонтакте есть пара, прям. Они даже не скрывают. В фабрике «Россиянство» и «Биамусор» их косят. У них косят. У них женщина в контакте с мужем, с Иннок Морозом делится. Похождение, как она заставляет его мужем девать людей просто на улице. И унижать, и делится очень фантастик. И, там, репостят. В фабрике «Биамусор» и она гордится этим. В фабрике «Россиянство». В фабрике, что ли, наверное, в НД пабликах постят тоже. Я не знаю. Я не смотрю еще. Я уже месяца два не играю вообще. Я раньше играл тысячи видов в день. У меня есть канал, там, тысячи видов. И другой канал, там, тысячи видов наигранах. Теперь я просто не играю. И теперь я стал на дебилете фигаре играть. И я в час в гораздо больше, чем сидел так вот. В них вот так играет, там. Я тоже почти не играю. Только если кто-то вот сильно захочется, я такой. Ну, захочу игру, там, два-четыре часа, там, по-настоящему. А я вообще не очень сортил. Это, наверное, флоттинг или сортинг, подвисывая, или таблетки. Я не знаю, что есть. Мне кажется, что бог просил помощи. Я раньше богов привел. Богов просил помощи. Блин, я болтливый, слишком красивый. Просто у меня, у меня бабушка такая, у меня передаётся это. Когда она болтает, я молчу, блин, два часа. Слушай, у меня постарение просто психически начинается. Всё. Давай сейчас возьмём футами, пока. Давай сейчас второй пакет возьмём, чтобы не провалилось. Чтобы не провалилось. Я просто в руках, в карманах не хочу тащить это вывалиться. Да, давай. О, блин. С собой работал. Офигеть. Сфотографируй адреса. Ты тоже сфотографируй. А мне не нашли. А, не нашли. Сейчас покажешь пальцем адреса. Вот. А, не нашли.